Добрый день всем. Я присоединяюсь к поздравлению Оксаны Ивановны от всего президента. Очень жаль, что мало лучевых терапевтов. Я так мало вижу. Но я надеюсь, что подойдут. Мы будем сегодня по-европейски, потому что экран такой маленький, поэтому в Европе говорят, там все сидя докладывают, поэтому вот так будем. Заболеваемость и смертность от рака стабильно возрастает. Это все мы замечаем. Это связано с неблагоприятной экологией, ухудшением общего состояния здоровья и постарением населения. Ежегодно от онкозаболеваний умирает каждый четвертый житель стран ЕС. И каждый год регистрируется около 4 миллионов случаев онкологических заболеваний. В СНГ и Украине каждый третий онкозаболеваний умирает до года, а это в 2-10 раз выше показателей развитых стран. И при этом, если в 1990 году смертность от рака в мире составляла около 6 миллионов, в 2000 году от рака умерли 8 миллионов, то по прогнозам ВОЗ смертность от злокачественных новообразований имеет угрожающую тенденцию к увеличению. И в 2020 году может составить уже более 12 миллионов человек. А это суммарно превысит смертность от туберкулеза, малярии и ВИЧ-инфекции. Лечение онкологических заболеваний происходит с помощью трех методов лечения. Хирургическая, лучевая, химиотерапия. В настоящее время лучевая терапия в наиболее развитых странах экономических применяется до 80% случаев у всех онкологических больных и применяется в виде самостоятельного лечения и в сочетании с хирургией и с лекарственным лечением. И при этом лучевая терапия при многих локализациях отдельных может быть альтернативой хирургическому лечению. Так, с помощью радиотерапии на ранних стадиях можно вылечить рак кожи, локальный контроль до 90%, рак предстательной железы, 10-летняя выживаемость 80-90%, рак шейки матки, лечение всех стадий, а со второй стадии В, мы все знаем, это единственный метод лучевая терапия. Но в настоящее время добавляется химиотерапия, и химиотерапия с помощью лучевой терапии иногда переводят неоперабельные случаи в операбельные, поэтому оперируются в вторые стадии, а иногда и третьи. Достичь длительного контроля опухоли с помощью лучевой терапии также можно при лорзаболеваниях, где 5-летняя выживаемость тоже может до 100% достигать. Используется лучевая терапия как самостоятельный при метастазах, позвоночник, легкий, головной мозг. Обязательно лучевая терапия является частью комбинированного лечения согласно национальным и международным стандартам при раке молочной железы 90% случаев при раке тела матки до 80% случаев, прямая кишка 70%, головной мозг до 60% случаев. На данном слайде сравнение стоимости методов лечения, но сейчас оно, наверное, все-таки еще больше. Химиотерапия, потому что добавляются препараты, которые очень дорогие. И выше лучевая терапия, когда используется конформная лучевая терапия, линейные ускорители и другая аппаратура более усовершенствована. Совершенствование диагностической аппаратуры, современных линейных ускорителей, шланговых, гамма-терапевтических установок и совершенствование систем планирования стало основой для разработки новых технологий высокоэнергетической лучевой терапии, то есть создания конформной лучевой терапии. Конформная лучевая терапия осуществляется современными линейными ускорителями, которые оснащены многолепестковыми коллиматорами, с их помощью формируют фигурные поля облучения, что позволяет уменьшить лучевую нагрузку на нормальные ткани, увеличить дозу на опухоль. Это схематическое изображение уже показывало. Имеется в виду двухпольное конвенционное облучение и конформная лучевая терапия, где используются многопольные облучения и уменьшается нагрузка. В результате планирования и суммирования доз с каждого поля к опухоли образуется 100% доза, максимум дозы в запланированной очаге. В области регионального метастазирования подводится до 90% от планируемой очаговой дозы в опухоли, а здоровые ткани при этом должны находиться в зоне не больше 30% дозы. Уровни суммарных поглощенных доз также зависят от целей лучевой терапии. И это новое направление в лучевой терапии, конформная лучевая терапия с использованием предыдущих, то, что я говорила, дает возможность формировать точные поля облучения с максимумом дозы в опухоли и минимумом в окружающих тканях, что позволяет подводить значительно большие дозы к очагу и проводить облучение без перерывов. Если мы раньше на кобальтовых аппаратах проводили многие локализации, подводили суммарную дозу за два этапа, то сейчас можно без перерыва. Это способствовало коррекции некоторых протоколов лечения. И о некоторых протоколах, о некоторых локализациях сейчас мы поговорим. Например, рак шейки матки. Выбор метода лечения, конечно, зависит индивидуально от, зависит от распространенности процесса, естественно, стадии, от сопутствующей патологии. Возраст больной меньше имеет значение. Традиционными методами лечения рака шейки матки являются, конечно, хирургические, лучевые и комбинации. И добавляется химиотерапия. В настоящее время активно изучаются возможности химиолучевой терапии. Цель химиотерапии зависит от того, в качестве кого мы ее должны применять. При рак шейки матки ранних стадиях, когда мы применяем лучевую терапию, используются потенцированные действия лучевой терапии, то есть используются химиопрепараты как радиомодификаторы. А при поздних стадиях, помимо этого, химиопрепараты должны действовать на отдаленные метастазы. При нулевой стадии 1А женщинам репродуктивного возраста проводится органосохраняющая операция, то есть диетермоконизация, ампутация шейки матки. Но при противопоказаниях в этом случае проводится экстерпация. Женщины старше 45 лет проводится удаление всех органов, то есть гинекологической шейкам тела матки с придатками и верхней трети влагалища. При противопоказаниях, даже при нулевой стадии, проводится внутриполосная лучевая терапия 50 грей. Раньше было 40. Первая А стадия. С женщинам раннего репродуктивного возраста также проводится органосохраняющая операция, так называемая трахелектомия, когда удаляется ток шейка матки и удаляются и тазовые лимфоузлы. До 45 лет расширенной экстерпации матки с верхней трети влагалища, сохранение яичников. Яичники подшиваются выше, проводятся экстрапозиции их, для того, чтобы, если проводить дальше лучевую терапию, чтобы они попадали в зону облучения. После 45 лет удаляются яичники. И при противопоказаниях сочетана лучевая терапия. 1А, Н1, то есть если есть лимфоузлы, при выявлении метастазов в лимфатических узлах интероперационно, то есть во время операции или после выполнения трахелектомии, показано удаление матки с транспозиции яичников и наружное облучение малого таза до суммарной дозы 44-46 Грэй. При выявлении метастазов в лимфатических узлах после расширенной операции, наружное облучение, дистанционно-лучевая терапия 44-46. 1Б, это уже более глубокая инфильтрация, опухоль меньше 1 см, глубина инвазии меньше 1 см. и женщины до 45 лет может быть без адвуантной терапии. Если женщина имеет желание сохранить репродуктивную функцию, возможно выполнение трахелектомии, женщины после этого могут рожать. При немножко больших размерах опухоли, глубина инвазии больше 1 см. После операции, наружное облучение малого таза и культи влагалища. 1Б, Н1, третья стадия, третья А. Если выявляются лимфоузлы, после операционного облучения малого таза и адвуантная, может быть, химиотерапия. При противопоказаниях к операции сочетана лучевая терапия. 1Б, 2, там разница, буквально 2-3 мм инвазии. 2Б, наружная или внутриполосная лучевая терапия. 3Б, женщины после репродуктивного возраста неадъяванной АПХТ. На втором этапе расширена паниэкстеректомия. При глубокой инвазии после операционного облучения культи влагалища. Если противопоказания к операции, СЛТ или химио-лучевая терапия. Если лимфоузлы выявлены, наружное облучение малого таза плюс адвуантная химиотерапия. При второй стадии, так как было вначале, может быть, пару укладок, внутриполосная и потом расширенная экстерпация матки. А при значительном поражении влагалища неадъяванная химиотерапия или просто химио-лучевое лечение. Вторая стадия при выявлении метастазов в лимфатических узлах при Н1 наружное облучение в сочетании с цитостатиками. При 2Б это то, когда начиналась токолучевая терапия. В настоящее время женщинам репродуктивного возраста при небольших пришественных инфильтратах при операционной наружной облучении малого таза с последующей расширенной паниэкстеректомией. При выраженных инфильтратах в параметрах неадъявантная химиотерапия, наружное облучение малого таза, химио-лучевое лечение. Ну и если будет возможность, если есть такое, то потом расширенная паниэкстеректомия. При Н1 добавляется химио-лучевая терапия. Выявление метастазов в лимфатических узлах после операционного периода, химио-лучевая терапия. Третья стадия. Женщинам репродуктивного возраста неадъявантная лучевая, с оценкой эффекта. Ну и тут тоже уже вопрос, можно ли оперировать. Все стадии, можно ли оперировать. И после операционной лучевой терапии. При отсутствии эффекта. И женщинам после 50 лет сочетанная лучевая терапия в комбинации с цитостатиками, то есть химио-лучевое лечение. Если есть лимфоузлы, проявление М в лимфоузлы во время операции и послеоперационном периоде, наружное облучение. При выявлении метастазов после операции сочетанного лучевого лечения, ну это сейчас пока мы не делаем, попытка экстрафасциальной лимфоденектомии. Третья Б. Н-0-1 химио-лучевое лечение. При определяемых метастазах в лимфатических узлах попытка экстрафасциальной лимфоденектомии. И четвертая стадия. 4А. 4Б это уже прорастание и отдаленные метастазы. 4А. Переход на другие органы. Лучевая терапия в сочетании с цитостатиками по индивидуальному плану. Молочная железа. Эволюция методов лечения рака молочной железы. Вы видите, операция. Была когда-то такая калечащая операция по холстеду. После этой операции были очень тяжелые осложнения, лимфостазы. Иногда такие боли в руках были, что даже прибегали к ампутации. Сейчас делают в основном органосохраняющие операции, пластики. И, в общем, получается красивенько. Так же само по лучевой терапии. Видите, линеечкой замеряет, доктор будет облучать. А сейчас уже аппаратура совершенно и очень эффективна. Ну, топометрия также отличается. Это методы топометрии, если облучается только одна молочная железа, или если молочная железа вместе с зоной регионарного метастазирования. И, конечно, во время топометрии перед лечением проводятся порталы и в процессе лечения это сопоставление предварительного и реального плана лечения. Лучевая терапия при раке молочной железы включает и первичный рачаг зону регионарного метастазирования. Используется в основном классический режим 1,8-2, грея до 60 зон регионарного метастазирования 40-46. Пред и послеоперационная лучевая терапия особо предоперационная лучевая терапия дает облегчение оперативного вмешательства, снижение риска диссеминации, отсутствие облучения лоскутов, оценка эффективности лечения. Но послеоперационная лучевая терапия дает вмешательство на необлученных тканях, то есть легче оперировать, возможность срочное гистологическое исследование для определения радикальности, возможность планирования лучевой терапии с учетом гистологии и хорошие лучшие намного заживления раны. Послеоперационная лучевая терапия проводится не позже двух месяцев, но это если нет химиотерапии. Конформная лучевая терапия по данным ЭСТР применяется после органосохраняющей операции, после радикальной мастектомии, облучения региональных лимфатических узлов, после реконструкции железы. После органосохраняющей это обязательный компонент комплексного лечения больных после органосохраняющей операции. И стандартом является облучение оставшейся части молочной железы с целью предотвращения развития местного рецидива суммарно до 50 грей, ну если надо буст 16 грей, при наличии метастазов до 46 8 грей, метастазов в лимфоузлы. После радикальной мастектомии лучевая терапия проводится не на рубец, а на ложе удаленной железы. На данном слайде сравнение облучения после мастектомии и облучения ложа и облучения лимфоузлов. И сравнивается наблюдение, что практически если не облучать грудную стенку, то риск развития рецидивов практически одинаковый. вот 20-летний риск смерти немножко разница есть. Облучение лимфатических узлов при наличии лимфодисекции не надо облучать, если не выполнялась радикальная лимфодисекция и сторожевой лимфоузел положительный, значит, надо облучать дискутабельно, если меньше четырех, но в принципе облучаем и прорастание в капсулу и супраклевикулярные лимфоузлы так же само, если аккуратно сделана лимфодисекция и узел отрицательный, то облучать не надо. При Н2, Н3, при четырех лимфоузлах и больше облучать лимфоузлы надо. Парастернальные мы все знаем, если опухоль внутренний квадрант или граница внутреннего наружного квадранта, в принципе облучать надо. И если положительные сторожевые лимфоузлы парастернальные. После реконструкции железы лучевая терапия проводится с целью предотвращения развития местного рецидива. Также суммарно 50-56 рей и приметастазах 46-48. Ну, по другой классификации Дегра облучение региональных лимфоузлов улучшает результат лечения пациента с положительными лимфоузлами. Так, при 1-3 лимфоузла необходимо тщательно вдумать показания, то есть учитываются факторы риска, такие как отрицательные рецепторы гормонов, низкая дифференциация опухолей, медиальное расположение опухолей, ну и периоды цикла. У пациентов с лимфоузлами больше 3-х лучевая терапия обязательно. И грудную стенку при Т2 более 3-х сантиметров проводится мультицентрическая или мультифокальная опухоль, если 1-3 положительных лимфоузла, низкая степень дифференциации, врастание в грудную стенку, и если молодой возраст. Если Т3-4, то, конечно, обязательно облучается наличие метастазов в 3 и более лимфоузла обязательно, инфитративная форма, ну и если края резекции положительные и нерадикальная лимфодисекция. Ну, по данным американской школы, там немножко все спорно, надо, чтобы было 4 и более положительных лимфоузла, Т3 в любом состоянии подмышечной области, облучение проводится, ну, по Т1-2, там группы риска надо рассматривать. По ЭСМУ 2017 года лучевая терапия молочной железы рекомендуется при наличии факторов риска, то есть возраст менее 50 лет, опухоль третьей степени дифференциации, сосудистая инвазия, нерадикальное удаление опухоли. Лучевая терапия после мастектомии рекомендуется пациентам с высоким риском, в том числе с поражением краев резекции подмышечных лимфоузлов и опухоль Т3-Т4, независимо тогда от статуса узла. Комплексная лакоригинарная лучевая терапия охватывает грудную стенку и региональные лимфоузлы. Традиционно применяют 45-50 грей за 25-28 сеансов. Классический режим 1,8-2 грея и бустон добавляет 10-16 грей. При неоперабельных случаях лучевая терапия 50 применяется на молочную железу с повышением дозы до 60-70 грей на всю область макроскопической болезни, то есть на опухоль. Рекомендуется регулярная оценка возможностей резекции после применения 45-50 грей. Ну и лучевая терапия рекомендуется для большинства женщин с протоковой карциномой инситу. и сейчас обсуждается вопрос гипофракционирования до 5 фракций, но старшие доктора помнят, что у нас была предоперационная лучевая терапия, 5 фракций и больных брали на операцию. Ну и вот по НССН значит при инситу, ну то что обследование анамнезообъективное обследование, диагностология, генетическая иммуногистохимия, МРТ, проводится лампоэктомия, это радикальная секторная или квадрантэктомия без хирургической лимфодисекции плюс лучевая терапия на всю молочную железу. Если мастэктомия или без биопсии сигнального лимфатического узла, то и лампоэктомия без хирургической лимфодисекции без лучевой терапии. Т1-3 есть ли квадрантэктомия, то есть лампоэктомия тут называется, 4 лимфоузла и больше. Лучевая терапия проводится на всю молочную железу с или без буста, на ложе опухоли и практически на все области регионального метастазирования. Если есть химиотерапия, то лучевая терапия следует дальше за химиотерапией. Если 1-3 узла, это вот такой вопрос спорный, то лучевая терапия это квадрант, так сказать, на всю молочную железу, на лимфоузлы при высоком риске по показаниям, и если есть химиотерапия, то лучевая терапия за ней. Если нет пораженных лимфоузлов, то лучевая терапия на молочную железу, а на лимфоузлы при наличии опухоли больше 2 см и с наличием других факторов риска, то есть молодой возраст, общежная лимфоваскулярная инвазия и так дальше. При мастектомии Т1-3-Н-0-1 значит если больше 4-х лимфоузлов лучевая терапия на грудную стенку, на все лимфоузлы и назначается химиотерапия лучевая после химии. Если 1-3 лимфоузлы пораженных острого по показаниям на грудную стенку и на лимфоузлы при высоком риске. Отрицательные лимфоузлы на опухоль больше 5 см. Лучевая терапия на грудную стенку, на лимфоузлы при высоком риске. Химиотерапия следует за ней. Если позитивные края резекции проводят резекцизию до чистых краев, если это невозможно, то обязательно лучевая терапия на грудную стенку с подключичными лимфоузлами и при высоком риске. Если есть химиотерапия, лучевая терапия за ней. Если отрицательные лимфоузлы, опухоль меньше 5 см, негативные края резекции, опухоли меньше 1 мм, то есть близко, все равно проводится лучевая терапия. Если отрицательные лимфоузлы, опухоль меньше 5 см, от края опухоли до здоровой ткани больше 1 мм, лучевая терапия тогда может не проводиться. Адювантная терапия при мастектомии назначение лучевой терапии основывается на максимальном размере опухоли. На момент постановки диагноза, то есть первичная какая была опухоль, после мастектомии строго показана лучевая терапия на грудную стенку, на лимфоузлы, при клинической Н1, при позитивном акселярном лимфоузле химиотерапии лучевая терапия показана также на грудную стенку и на акселярной при повышенном риске. После квадрант тектомии лучевая терапия показана на всю молочную железу. Строго показана лучевая терапия на всю молочную железу, на все лимфоузлы при клиническом Н1. И при позитивных акселярных лимфоузлах после химиотерапии лучевая терапия показана на всю молочную железу. Также при повышенном риске во всех случаях при повышенном риске применяется лучевая терапия. Ну и предоперационная лучевая терапия также применяется вначале используется предоперационная и если есть регрессия то проводится мастектомия или квадрантектомия это зависит от хирурга а если нет то дальше проводится химиотерапия в зависимости от химиотерапевта схемы лечения различной. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ